Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Идет бланкетная часть диспозиции А именно Следующие слова Совершенные в нарушении Конституции Украины То есть статья имеет Бланкетную диспозицию Исходя из которых Значится что Чтобы действия по сепаратизму Были криминалом Необходимо наличие Антиконституционных действий То есть действия обременены Именно наличием этих Если вы действуете в пределах Конституции Украины А как вы наверное слышали Что в Конституции Украины Есть норма права Которая регулирует Раздел Украины Или изменение границ Украины Не обязательно раздел Можно и в большую сторону Путем обязательно Всеукраинского референдума Слышали такое? В 73-м году Абсолютно верно Приятно говорить с грамотным человеком Потому что украфт-блогеры Обычно не знают номер статьи 73-я Она регулирует Именно всеукраинским референдумом Так вот если вы проявляете сепаратизм Выходите допустим на улицу Даешь там свободу региона Или независимость региону Эй Украины В порядке статьи 73-й Или просто Даешь независимость И вы подразумеваете Конституционный порядок Это не является криминалом А является правомерным действием Но это чисто теоретически У вас же сейчас в Украине Такое общество Что мало соблюдает закон А если вы выходите Однозначно Даешь независимость региону Эй В порядке Регионального референдума Это будет уже криминал Нарушение Это будет криминал Как говорится Объективная часть состава преступления Соответствует статьи 110-й криминального кодекса Украины Что не так? Нет Все так Вы весьма грамотно Рассуждаете А как вы думаете Региональные референдумы Вот об отделении В Украине Они Запрещены Или разрешены? В смысле Региональные И вам же Мы же сами прочитали Мы же сами прочли Статью 73 Кристос Украины Что там написано? Вот именно Что написано Всеукраинским референдумом Так вот Региональные Это значит что? Что региональные референдумы Не запрещены Но они Почему не запрещены? Ну я вам объясняю Они не имеют Нарушения Нарушения Территориальной Все правильно Изменения Я так говорю Изменения Территориальной Целостности Украины Должны происходить В порядке Всеобщего референдума Все правильно Если есть какие-то Другие Территориальные Изменения Территориальной Целостности Украины По отделению Либо Присоединению Они не подходят По статье 73 Кристос Украины Значит они Незаконны Какие-то вопросы Есть У меня есть Пояснение Я вам И там Юридическое Можно сказать Консультации Вы все правильно Заметили Но это Совершенно Не означает Они запрещены Они просто Не имеют Для метрополии То бишь Киева Обязательной Юридической Силы Еще раз Объясняю Это основной Закон Все что Все правильно Еще раз Повторим Еще раз Не нужно Я приказно знаю Изменение Территориальной Целостности Украины Должна происходить На всеобщем Референдуме Отсоединение Присоединение Только С путем Всеобщего Всеобщего Референдума Соответственно Если региональный Референдум По вопросам Территориальной Целостности Украины Не является Всеобщим Потому что Он и региональный Он не подходит По статье 73 Конституции Украины Соответственно Это нарушение Закона Я вам Подведу С другой Чтобы Возбудить Процедуру По статье 73 Конституции Украины Украина Должна знать Хочет ли этот регион Отделяться Украиной Или не хочет Может он не хочет Отделяться От Украины А Украина Будет возбуждать Вот чтобы узнать Хочет он Или не хочет Проводится Плебисцит Типа референдума Или более Легкого Плебисцита Который не имеет Для центральной власти Украины Юридической силы Он только имеет Информационную Вот поэтому Узнав Что регион хочет Украина Если будь она Цивилизованной Теоретически Она Может возбуждать Уже дело По статье 73 А вдруг А как мы понимаем Что регион хочет Вот именно Вот для этого Нужен региональный Референдум Который повторяю Не имеет Для Украины Для центральной власти Юридические силы Обязательные А имеет Только информационную Этот референдум Региональный Касается Территориальной Целостности Украины Да или нет Конечно Касается Значит Он не подходит Под статью 73 Он подходит Ввиду наличия Статьи 73 Он не имеет Обязательной силы Случим заново Закон Украины Он не имеет Территориальной Целостности Украины Должно происходить Я слышу Да Совершенно верно Все что вы говорите Про перебесцит Не перебесцит Вы можете сделать Соцопрос И согласно этому Соцопросу Если например В каком-то регионе А большинство Жителей этого региона Хотят отсоединиться Должен тогда Уже назначаться Референдум В рамках Целой страны Каких вопросов Что вы чушь не сегодня Какой перебесцит Я еще вам повторяю Чтобы начать Референдум Всеукраинский В порядке Статьи 73 Украина должна знать Хочет ли регион Отделяться Или не хочет Как она может узнать А как она может узнать Может сама прислать Представители Верховной Рады Они проведут Репрезентативный опрос Можно так Так это не работает Вот именно Потому что должна быть Как минимум Должна быть дискуссия Должна быть дискуссия В парламенте Должна быть обсуждения Должно быть Должно быть Какой-то соцопрос Независимых организаций В связок В связок А потом я буду молчать А потом я буду молчать Зачем вы репетите со мной Я вас слушаю Поэтому Надо Это все делается задолго Потому что По такой логике Можно такие референдумы Каждый день проводить Во всех Во всех областях Любой страны Это главный бред Что вы говорите Я все чувствую Какие еще вопросы У меня не вопросы А ремарки есть Я не говорю Что быстро Я с вами согласен Минуты Что вы этим хотите сказать Я с вами согласен Что Это не должно быть быстро В цивилизионных странах Именно так и происходит Как вы описали Именно так Квобек Про какой-то Редом И Шотландия проводил А я вам ради Говорил Что это быстро должно Так а к чему Вы это говорите Ну просто Чтобы проверить Ваши юридические знания Вы неплохо И показали Будучи не юристом Как я понимаю Не юристом Молодец Обычный дизайнер Вы в математике Неплохо соображаете Я вижу Плохо В математике Три в кубе будет 27 27 Не задавайте Примитивные вопросы Да и вы не задавайте Ну Я задаю Не примитивные Я задаю вопросы На которые Вы не можете ответить Производная Четырех Их с квадратом Сколько будет Так Они уже говорят Сразу В математике Не сильно Хорошо Кто вас По специальности Я по вашей специальности Проверю Кто вас В смысле Кто Кто По специальности Подожди секундочку Кто вы такой Чтобы меня Проверять Хорошо Если вы против Я не буду вас Проверять Дизайнер Дизайнер интерьера А вы кто По специальности Ну я До эмиграции Лекции в вузе Читал по физхимии Но математику Я хорошо знаю И физику тоже Ага Ну ну Так что Вопрос по дизайну Интерьер Работ какой-то Ну это слишком Специфическая вещь Ага Ну не это самое Не получается Да у меня Перепривали Почему не получается Ну так По специфической вещи Я Я Презюмирую Что вы разбираете Свои специальности Я В сопутствующих Общих предметах Хотелось проверить Ну неплохо знаете Каких Каких например Ну в школьные знания Курсы физики Знаете Вообще Я не любил Ни физику Ни математику А что вы любили Физкультуру Очень любил Физкультуру И рисование Да Любил рисовать Ну вот Краска Сурик такая Знаете Без понятия Без понятия Ну хорошо Хорошо Тем не менее У вас какие-то вопросы Может появились Ко мне Да А зачем Россия напала На Украину Ну Россиян спрашиваете Зачем Россиян А вы не россиянин Я не россиян А кто По гражданству Канадец Канадец Да А уехали в Канаду У меня есть Не трог Какой Подрадусник Исторический музей Не пытайтесь задавать Примитивные вопросы Вы что знаете Вы что хотите сказать Знаете Харьков Нет не знаю Харьков Но мне же надо проверить Харькова или нет Правильно Ну Жена у вас рядом Я ее могу проверить На Харьковчанку Элементарно Она Харьковчанка? Ну у вас есть Харьковчане уже Сколько у вас 900 С чем-то сейчас Зрители Сейчас посмотрим Ну А 655 Есть Харьковчане? Не знаю Спросите у них Ну так я Пускай напишут Есть Харьковчане Я им задам вопрос Так можете сразу Дать вопрос Они ответят Ну а может они Нет Они ответят по гуглике Они ответят Ладно Первая остановка С вокзала Харьков Левада на электричке Три секунды на ответ Иначе Иначе по гуглу Мы можем найти Какой-то дедушка Такой типа Думает что он в армии находится Там давайте я вас проверю Ну хорошо Против Я же предлагаю Хорошо Давайте Гагарина Это Левада На проспекте Гагарина А первая остановка Называется Верещаковка Левадская Сейчас я разбег Возьму И будут вам отвечать На ваши вопросы Хорошо Пускай не отвечают Следующий вопрос Давайте Ну вы же Не хотите отвечать На вопросы Давайте я на вашу отвечу Есть у вас вопросы Я спросил Как вы думаете По вашему мнению Зачем Россия на полу Харьковчане Ну я так думаю Те декларативные причины Которые Россия Значит Озвучила Они ни в какие ворота не лезут Там Деноцификация Согласен Демилитаризация Официально Вне Повод Нападения Был тот же самый Как повод Нападения Наполеона На Российскую империю Злостный Тогда было Знаете Почему Наполеон Напал на Российскую империю? Без понятия Вы подписали Телезитский мир А почему Потому что Наполеон Злостное невыполнение Российской империи Ранее заключенных Договоренностей По континентальной блокаде Британии По поставке Британии И определенных материалов И так далее А тут Не хотел Этот Александр Первый Да Они свергли Павла Первого Который был Франкофоном Мы поставили Франкофилом Пардон И Александр Первый Был уже Бритофилом Поэтому Он Действовал В пользу Британии А тут Аналогично Злостное невыполнение Минских соглашений Я думаю Это истинно Кто не выполнил Минские соглашения? Ну Раз Россия напала Она считает Что Украина Не выполнила А по факту Не выполняли Две стороны Две стороны Молодец Но Главный Так сказать Пункт Именно Предоставления Особого статуса Не выполняла Украину Почитайте Закон Об особом Статусе Донбасса В чем проблема Лучше? Я читал Этот закон Но она же Не выполнила Секундочку И в первых Минских Был Пункт Предоставить Создать закон Который будет Издаваться По особому Статусу Донбасса А во вторых Минских Который называется Комплекс мер Написано Что к этому Закону Нужно дописать Список Список ПГТ И городов Которые входят Попадают под этот Особый статус Донбасса Не позднее Чем через месяц После подписания Второго Минска Что вы несете чушь Все выполнили Вы что Нормально? Ничего не выполнили Ну ладно Это разговор Без предметов Это с россиянами Об этом говорите Вы на этом Собаку слили Я знаю Россияне тоже Нет Тоже блогер Какой-то Какой-то Да И что Делать Как ваш Посмотреть Можно канал Олег Зак И сейчас Вот Набереть А сейчас Тоже На стриме Да нет Я сейчас Так Контент Подзапись Еще Хорошо Когда я могу На себя Посмотреть Да я Выложу На первом Канале Ну не знаю Через недельку А я А я Себя могу У вас Посмотреть Я не Верю Что Вас Выкладывать Буду Смысл Смысл Такой Что Культурные Диалоги И юридические Тоже Людям Интересны Но это Ваше Право Выкладывать Я просто Спросил Будете Не Будете Я понимаю Что вы Выкладываете А с Турком Из Питера Будете Выкладывать Да Конечно Конечно Там Подсоблялась Материал Нормальный Вы считаете Наш диалог Хуже Чем Ваш диалог С Турком Из Питера Нет Я так Не считаю Просто Проблема Заключется В том Что его нужно Показать Там Насобирался Целый Материал Нужно Показать Людям А с вами Нужно Резерв Пойдет Как люди Скажут Если люди Поставь Плюсы Будем Выставлять Ну Хорошо Тем не менее Хорошо Спасибо За беседу Вы Я Вопросы Еще Какие-то Есть Я Вас Отношу К более Менее Эрудированным Укра Блогерам В отличие От Второй Волны В Который Старый Дикобрас Вот Эти Все Вся Это Почему Я Думал Я Блогер Трой Волны Нет Нет Первая Волна Это Полтава И Лампа Вая Вата Из Ваших Блогеров А вы Блогеры Вы Блогеры Жестоков Вот Наверное Не Более Вторая Волна Это Четыре Четыре Года Сейчас Которым Пять Первая Волна А Мы Третье Получается Какая Седьмая Или Восьмая Почему Я Думал Вторая Волна Это Старый Дикобрас Одесская Хунта Киевская Хунта Это Вторая Волна Сергей Украин А не Россия Ну Это Третья Волна Он Попойщик Он Семнадцатого Года А Вот Дикобрас Вот Это Вторая Волна Ну Хорошо Ладно Я Да Я Разбираюсь В Укроблогерстве Даже У меня Аналитичные Есть Ролики Укроблогосфера Называется И что Это Вы Смотрели Да Мне Сегодня Ну Так Периодически Заходил Да Нинди Ваш Интересует Психотип Интересный Блогер На вас Российские Жалуются Однако Вы Производите Неплохое Впечатление По моему Мнению Спасибо Пожалуйста Стараемся Ну Хорошо Есть Ко мне Еще Вопрос О Пемии Да Я Как-то Не знаю Даже Может Там Может Рассказать Откуда В Канаду Вы попали В пятом году Переехали Из Харькова Почему Переехали И почему У вас Сзади Флаги ДНР Сластики Какие-то А это Слайдшоу Идет Компьютер Произвольный Нет там Флагов ДНР Там есть Флаг Харьковской Республики Иногда Меликает А ну Можете Так Мельком Посмотрел Почему Переехал Я уже Вам Объяснил В Канаду Престижно Переезжать Поэтому Переехал Если вы переехали В Албанию Вы бы спросили Почему Переехал В Канаду Престижно Эмигрировать Поэтому Переехал В пятом году Переехал По профессиональной Эмиграции Набирал баллы Проходные В Канаду Свободная Профессиональная Эмиграция Но для этого Нужно иметь Высокий Профессиональный И языковой Уровень И Вернее Образовательный Образовательный И языковой Уровень Плюс Профессию Которая Востребована В Канаде Вот если три условия соблюдаете, вы набираете баллы, как престижные бусы проходите. Вот такой принцип. Я сейчас отвечу. Там не раздел Украины, там, скорее всего, деление Украины либо по языковому признаку, либо по оригинальному. Я не помню, там синяя-оранжевая, это когда хотела после оранжевой революции отделяться частью регионов, там такую карту они показывали. Да, это карта партии регионов рекламы. Там синяя-оранжевая, это просто электоральная карта Украины пятого года. Оранжевая, кто за Ющенко, а синяя, кто за Януковича. Ну да, либо так, электоральная, я просто слова не подобрал, нужная, я сказал оригинальная, но имел в виду политическая карта Украины, да. Так что, а, как вы думаете, чем все закончится? А, это все, имеете в виду Российско-Украинская война, да? Ну как, я вам дадам немножко более развернутый ответ. Вот вы знаете, допустим, что, опять-таки, кроме войны с Наполеоном Российской империи, в 1812 году была война между Британией и Штатами. Слышу? Да, с 18 по 15 год, конечно. Да, вот почему я это говорю, потому что, по факту, эта война закончилась боевой ничьей. Но Канада с Британией считают, что они выиграли, а Штаты считают, что они выиграли. Даже когда сдаешь на гражданство тест, в Канаде нужно писать, что Канада с Британией выиграла, иначе не зачтут правильный ответ. А в Штатах наоборот. Вот. И то же самое здесь будет. Обе стороны, как Украина, так и Россия, заявят о своей победе. Ну, Киев заявит о победе, что он отстоял большинство территорий Украины, то есть большинство регионов. Россия заявит, что она там освободила там ТИТ и Ерегионы. Обе стороны заявят о победе. Вот мой прогноз. А в каких границах это будет? Ну, я надеюсь, что главный ход... То есть я надеюсь, что Харькова не будет в Украине. Но я не хочу... Я не то чтобы хочу, чтобы он в России был. Я бы предпочел, чтобы слабожанщина имела отдельное государство. Она заслуживает это не меньше, чем Босния или Герцеговина, поскольку превосходит их как в населении, так и в территории, так и в индустриальном, так и в научном потенциале. А Харьковчане этого хотят? Им позволят быть отдельным в современных являх? Ну, кто позволит? Именно что, если они счастливы получат, они не получат никогда. Если Украина укрепится, они уже никогда не получат в дальнейшем. Пока Украина слаба после... Если даже она не проиграет войну, но пока она будет слаба, этому... Это же идея Кушнарева. Я бы... Знаете, такой Кушнарев был деятель? Политический. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австрове, Англия. Опа, так это не было еще? Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете здесь, как город? 60 километров от кордона с Польщей. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Сумска область межует с Польщей? Вы смеете себя? За родную Россию, как руси их рассеют, тяжела будет, и исповедь. Без лишнего шума узнает, кто сейчас здесь. Стримец. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра совместно с Тримом. Каков русский губ. Мы сделаем украинским углом и ночевым. Пытаясь. Да, да. Украина, который... Какого-то создано. Какую-то коричку. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай, надмертный бой. С нашим силой темною. С оранжевой чумой. Ты мне улица родная. И в непогоду дорога. Продолжение следует...